Слово, я зовут Евгений Павлович Майянов, научный сотрудничество в Центре. Помимо этого часа прошлого вечера, Анталия Павловна Толочков хочет извинения за надежку, связанную с пробками. Мы тогда не будем тягивать наше начало, мы будем начинать. Анталия Павловна, хозяйница, ближайшие минуты. Продолжение следует, что это Мария Олега Павловна, грамота Украинского федерального университета. Да, ну, почему я, собственно, рассказываю, не пытаюсь рассказать, собираюсь рассказать вам про Волошину. Несколько лет подряд, я ездила летом сначала на конференцию по Волошину, а потом для экскурсии у Волошина. У меня было несколько уникальных возможностей полежать на кушетке, где лежал Волошин, попробовать все вещи, которые, в общем, касались его рук. Можно было посмотреть активы. Я брала, я занималась Волошином и Достоевским, и мне разрешали брать книги, которые читал Волошин, смотреть, какие он полеты, я сказал, на полях, какие там загибал уголки, что помечал, что там отлично было ногтем, ну, так далее, так далее. И, соответственно, мне поручили как раз рассказать о том, что такое вообще в Дом Волошин, и что это за такое место, на самом деле, совершенно волшебное. Как минимум, потому, что Волошин построил свой дом по образу. Его идея была в том, что дом каждого человека — это некий корабль, который путешествует по искрайнему океану жизни. И этот океан, в общем-то, его рождение всегда. И, соответственно, твой дом, он должен тебя всегда оберегать. Он должен быть настоящим кораблем. И поэтому его дом, он изначально построенный в 1903-1913 годах, он устроился в 10 лет. И там не было одной очень важной части. Я чуть позже продемонстрировала такой. Это каменный двигатель, который выполнен в виде корабля. И ощущение возникает, что, в общем, корабль устремлен вот этим носом как раз к морю. И раньше набережная Коктебеля, только как Коктебеля, выглядела несколько иначе. И море иногда как коктебеля так близко, что он ввало как подножье дома. И вот когда он больше всего проходил вот раз на корабль. Свой дом Дмитрий Александрович очень любил, очень ценил и считал, что это его такая, какая-то главная идея в жизни. Именно потому, что она, эта идея воплотилась, в общем, совершенно идеально. За свой дом, вот, он написал, что в 1925-1926 году, в 1927 году, к нему стали приезжать разные поэты, музыканты, художники, актеры. И часто гостили в доме, гостила за лето в доме 700 человек. Он говорил, что единовременно всего в сервисе, но они никогда не платили ни за что. Там стоял какой-то котел, на котором было написано, что там в духе, подайте, если есть что-то, сюда можно было сбросить еду, деньги, там, одежду, книги, у кого действительно что было. И Волошин считал, что вот это вот гостеприимство, оно позволит творческим людям создать какую-то совершенно невероятную вот такую общую атмосферу. И здесь я хочу процитировать фрагмент его стихотворения, позднего стихотворения, которое называется «Дом поэта», и это стихотворение его, условно, такое завещание, в котором он рассказывает обо всей своей жизни, в том числе о тех страшных революционных временах, о времени гражданской войны, о которой на этом времени и на сегодня будет акцент. Те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежища, как храм, и растворялся бойко беглецам, скрывавшимся от петли и расстрела, и красных вождь, и белых вицер, фанатики неприверимых лет, искали здесь, под кровью поэта, убежища, защиты и сабил. Я ж делал все, чтобы братьям помешать, себя убить, друг друга искривлять, и сам читал в одном столбце с другими, в кровавых списках собственные дни. Но в эти дни доносок и тревог, счастливый жребий, дом, ностан, ни власть, ни власть, ни власть, ни врат, ни сжег, ни предал друг, грабитель не ограбил, утихнул дверь, догорил душу. Я принял жизнь, и этот дом, когда, нечаянно, мне вверенность льбою, как знак, что я усыновлял землю, как все дни, прямо на восторг, обращена, как церковь мастерская, писала очагологический поток, а сквозь беде течет. Еще в последние годы к Волошин стекалась действительно вся петербургская московская интеллигенция, и Замятин в это время совершенно замечательно скажет, Волошин устроил себе как тибетский волхоз, Волошинское обвольное волшебное хозяйство, то есть на противоборствах скалку. И Волошин все время отмечал, что, ну, где всегда творится искусство, в Москве, в Петербурге, так почему бы не сделать такой дом, чтобы все искусство сосредоточилось в моем собственном доме, и вся культура России творилась именно в нем. И, в общем, это ему действительно удалось, а те срочи, которые его процитировали, относятся напрямую к его собственной жизни. Вот Волошин был тем самым человеком, который утверждал какую-то совершенно невероятную форму, он жил, как писал, и писал, как жил. Вот если сказано в его стихотворении, что действительно он статурился тем, что с расстрельными списками, кто-то вдруг был его собственное имя, действительно мы узнаем из документов, что Белла Кун, нарком крымский, который пришел в Крым во время гражданской войны, и был, в общем, управляющий ЧК, его помощница землячка, естественно, в кругах, которые статурился с резервацией в гражданской войне, вот Белла Кун имел такую репутацию довольно жестокого человека. Волошин писал в письмах о том, что сейчас каждый день расстреливают, убивают, и он благодарен, что он переживает вот эту стихию, весь этот ужас, находясь внутри него, потому что все эти грозы проходят прямо на килограмму. И Волошина еще в начале 20-го века, Волошине говорили, что Брюсов куглил, а Макс круглил. Находясь с ним в одном помещении, невозможно было и с кем поссориться. Просто, ну, в беду его, ну, как вы понимаете, не только его телосложения, но и вообще его характера, конечно. И когда Белла Кун, который тоже, в общем, ну, нельзя, наверное, сказать, что подружился с Максом, но, наверное, попал под его обаянь, если так можно выразиться, он позвал Макса к себе, и, как бы сказал, Максим Илья Александрович, у вас есть такая исключительная возможность из расстреля списка вычеркнуть каждое десятое имя. Максим Илья Александрович согласился, хотя потом писал, что это была одна из самых тяжелых в жизни работ, потому что 9, например, когда он стал штрафными, а 10-го списал. списки были сформированы, изначально были, изначально была просьба всех, кто имеет отношения к интеллигенции, написать свои предыдущие подовреждения, их распределяют, потому что знали, что это недостаточно, и попросили всех написать, потому что это трудовая подлинность, ну, то есть таким обманом. И вот из этих вот списков как до трудовой подлинности Волошин встречал детей. И когда он увидел свое имя в этом списке, он, конечно, не любит. И потом, по его помощи, ничего не подбирал. Сам. И почему я говорю о том, что вот дом, половина этого, какой-то вот, это, наверное, его самая дорогая идея, потому что она у него получилась совершенно блестящая. Он писал своей матери, из Франции, что он очень мало стал писать стихов, потому что он давал требования к стиху до такой высоты, что ему это писать сложно. И вот этот вот труд постоянный, вот в доме, как в берег, он развернулся и вместо трудности приобрел какое-то ощущение радости. И дом был построен, потом перестроен уже по проекту Семяна Александровича. И, естественно, служил очень часто местом спасения для очень многих людей. И вот кто был в Дону Анушку, где узнали мастерскую, главная, в общем, главная, можно неясно, в том, что я знаю, что это скульптурная композиция царицитария, готический опыт, как в храме. Но я хотела бы остановиться мне на этот фотографий, сейчас уже на какой. Когда заходишь в дом, поднимаешься в мастерскую, то следующее, это, куда, в общем-то, приглашают, ты поднимаешься, можно, например, на ущем? Ты еще один, ты не знаешь, что ты видишь? Ладно, ну тогда я расскажу. В обцмастерской идет лестница, и по ней можно подняться в летний кабинет Семяна Александровича, куда, в общем, водят и все. Вот эта вот фотография, такая панорамная съемка, она здесь очень важна, потому что в этом летнем кабинете Максимально Александрович успел работать, здесь же он мог отдыхать, здесь у него была библиотека, французская часть, как у него в летнем кабинете, он читал на французском, он что-то в совершенстве, без переводчик, без словаря. Но я хочу рассказать, здесь, на вот это место, обратите, пожалуйста, внимание, совершенно замечательная две картины между ними лестницей. Так вот, изначально эти две картины смыкались, и тогда вот эта простенка в нее была видна, и отверстие, которое там есть, тоже не было никакого, в общем-то, известно. Действительно, вот об этом, об этом чердачке очень много рассказов о том, сколько человек там было спасено, и, наверное, здесь стоит остановиться на нескольких фамилиях, когда Сагин будет рассказывать о том, как ее отец был спасен, он был профессор психологии, но когда белые пришли к этому времени, он уже стал в общем красным и возглавлял один из наших. Стеодосий был в правлении, так скажем, и когда пришли к белым, естественно, он мог бы нестыкать. И Орошин, зная, что такое может произойти, позвал его к себе и спрятал его у себя на кровати под одеял. И, соответственно, когда зашла разведка, в общем, он сказал, что нет, конечно, ни у кого нет, но, в общем, там просмотрели какие-то нижние комнаты, ни у кого не оказалось. А вот про этот чердачок очень многие будут писать, о том, что там было спрятено очень бесчистое на количество людей, как красных во время белого террора, так и белых во время красного террора, потому что спасал всегда человека от ползурь, одного от сбора. Цитата. И несколько очень, наверное, важных имен здесь должно прозвучать. Это красный генерал Маркс. Очень известная личность для Крыма, когда красная оказалась в Крыму, генерал Маркс принял на себя командование и он стал руководителем, ну, как бы, министром образования в Крыму, то есть находился в Пеодосии. Но, когда пришли белые под новостью в Ингелом, то, соответственно, генерал Маркс должны были отстанять первым. И к Нина к Полушину обратилась жена к генералу в просьбе спасти его, что-то сделать, что-то предпринять. И тогда, действительно, он стал обращаться во все возможные инстанции и добился того, чтобы его хотя бы пропустили до района в любом суда. И вот для этого суда он вызвался сопровождать его сам. И вот, когда они ехали, он писает письма Мари Степанова в педике, говорит о том, что очень часто они пока ехали, их останавливали, говорили, да куда, сейчас мы расстреляем его, да что это такое, таких людей надо поставить к стенке. Ну и тут появлялась фигура Молошина, которая загораживала его, все объясняла, все сглаживала. И в этом момент, конечно, нам нужно, мы готовы добраться, всем все объясняла. Естественно, его пропускали все дальше и дальше. И когда они уже добрались, в общем-то, до местного значения, ему сказали, что самая страшная фигура, с которой они там могут столкнуться, это, в общем, там главный комендант. И вот этот главный комендант обещал, что если с ним кто-то встретится, в общем, все это окончится сразу для всех плохо. И когда они вестицент его звали, когда они приехали туда с Екатериной, с женой парцем, шли к Ерчим, их наставали, потому что они не были приезжие, без каких-то предложений. Их приводят куда-то, чтобы не было, чтобы не было, не было, на себя овощи, падали, конечно, аж детей, он говорит, но проблема с тем, что я сдам, если мы выйдем, нас арестуют еще раз. Хорошо, вы можете переночевать указ. Хорошо, спроси, поможем, я помождаю со своей помощью. Друзья, пожалуйста. Они садятся разговаривать, и он спрашивает, вы не представились, а я как раз в стенцах в стене, в стене, помните, как раз жена в романах в стенцах в гневе встает, как вы себе это позволяете, и вы ложите по себе вот так, потом будем возвращаться к этой ситуации много-другой раз и говорить о том, что в любой ситуации нужно молиться не за жертву, она спасется в любом случае. Нужно молиться за палача. Он поворачивается к огоню, который там висит, больше слева случайности, начинает молиться, чтобы Бог помиловал душу в стенцах. и в стенцах вдруг через несколько минут произносит правду. Пожалуйста, не попадайте ко мне никогда в прошлом. Забирайте жену, забирайте Маркса, вы свободны, побежать. Только так, чтобы никто не знал, что я вас отпустирую, что я в романе не знаю. То есть какая-то совершенно неведомая сила действовала здесь и положен в эту неведомую силу верят. Мария Степановна предописывает после ситуации, которая произведена после революции каждый день Анна Семеновна Александрович. Каждое утро вставал, конечно, очень много просил покушать, она на него ругалась и готовила к огсянку. Например, когда он молял ей, пожалуйста, можно еще пожать мне хлеба, она это не разрешала, а потом он выходил гулять сухолкой. И когда брал ее с собой, просил, чтобы она молчала. Потому что в этот момент нужно молиться о России, молиться за те закупленные души. Мария Степановна потом будет рассказывать о том, как Рождество сожигали с печи по количеству тех душ, за которые нужно молиться. Вся мастерская, все полки, пол, подоконники, все было под такими горящими свечами, усыпан, так на ногу заколол, молилась совершенно невероятная семья. и еще одно имя, которое мне кажется очень важным. Осип Мандельштам, всем известный и замечательный поэт, важный был спасен Волошина, но особенно случайно несколько разозленный на Осипа Мандельштама. Он, тем не менее, снова получил просьбу о том, что спаси меня, пожалуйста. Он, естественно, на нее откликается и узнает, что Мандельштама арестовали. И пишет совершенно замечательное речи. Всьмогласила начальнику Грандерского разведка. Милостивый государь, до слуха моего дошло, что на днях арестован подведомственными вам чинами поэт Иосифа Мандельштама. Так как вы по должности вами занимаемы, не обязаны знать русской поэзии и вовсе не слухали имени поэта Мандельштама, то считаю своим долгом предупредить вас, что он занимает в русской поэзии крупное и славное место. Кроме того, он человек крайне фаминический и в случае, если под влиянием Перепуга что-то с ним случится, за его судьбу будете ответственны вы перед русской федикой. Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе больших волок. В этом отношении я могу вас успокоить. Мандельштам никакой службе не способен вообще, а также и политическим убеждениям. Эти вам в жизни никогда не страдают. Одинственный вопрос когда Мандельштам просто 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 позадал, кто ко мне смеет писать в этом том. Ну и мы ответили, ну как же поэту, седьмой поэту, сряд ложь, он вообще со всеми так разговаривает, но это в общем успокоился и подумал наверное он имеет на то право и допустил его все равно услышал. Наверное очень интересный факт, то есть я не скажу. Тут я не скажу Эрны Шманова, Каня Раневская всю жизнь с того момента как первый раз в Малу-Круму в своей дуности всегда после этого благодарила Семена Малышин, потому что он спас жизнь. она приехала в Малышин и там голодала со своей подругой и вот он постоянно приносил им ту хлебушек, ту пойманную рыбку, она кричала, что это возможно есть, в общем она горела маслика с тормом и в общем тем не менее это была единственная еда, которая в общем-то была. Ну и буквально несколько слов чтобы передать слово дальше про 21 год не страшное время, голодное время в Феодосии когда Семена Александровна ушел по улице и в это время в Феодосии по воспоминаниям были следены не только рошади, крысы, чайки и в общем все, что было найдено тем более собаки и так далее и так далее сидела женщина в рабочем и плакала хорошо спросила почему же так плачет потому что он всегда получил то и она ответила что мой друг погиб кто вас ждет он не осознал что человек может в такое страшное время плакать о собаке вы наверное человек уже лучший человек который в жизни потом она не любит начать лечиться по маке по маке маке Маруси не так страшен черт как страшна Маруся о ней говорили потом и в общем когда именно это выглядело я сказала Макс пожалуйста Маруся он спасет тебя и твой дом действительно после того с вами Александр Христоф встречался Маруся сохраняла дом всем с мостом то есть смазывала грязь воздуха все вещи стоявы все книги прятала и закапывала всем и так далее и так далее и в конце жизни ее очень часто спрашивали как так получилось вот огромное поселок Коксюбель все взорвано все сожжено гражданская война и великодечество и один единственный дом спасет дом Макселлиана Александровича Штенца Штенца он отвечал всегда что просто Господь тут есть этот дом гранировал Господь и Макс и Борцан и Макс и Борцан я проживу с вами с вами АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры или в ранней юности, мы знакомы были с Бородшиной, как и в 1932 века. Вот, не очень рано, забыть очень интересное здание, которое было впечатлено в 1932 годах, это андология узкой поэзии, не только меньше урина. И вот в этой андологии собраны поэзии конца 20-го, начало 20-го века. И вот из этой андологии он ввел все эти документа, которые представили для него очень значимые, которые он в основном представляет. И среди них был очень интересный сам Человушин. Он говорил о том, что в Афинске у него добрали антикварные книжки поэзии «Серебренного века». Но какое количество? Он не говорил о том, что я не спрашивала. И я думаю, может он сам говорил об этом. Но когда меня пригласили в архив КЗД для того, чтобы получить книгу памяти в рост политических репети, где, значит, Соломи, Республик, я сделала возможности полистать электронное дело на тех пол, которое я потом получила в работе «Серебренного века». И свои документы прочитала, что в работе было изъято в него 30 лет в них в этот «Серебренный века». Но поскольку они не представляли никакого интереса для «Серебренного века», они подлезали в отношениях «Идем в сомнения». Таким образом, в принципе, у вас... Причем список авторов неволный там был. И с такими безумными аршистами, например, Метельштейн, Шар Шаневич, Атменова. Вот так вот. То есть какие-то элегантные люди производили именно там писарно. Вот. Так что не случайно был увлечен поэти Воложина, потому что у него очень много произведений, посвященных суднам России. И вот в жизни, то есть все... При советской власти эти книги это совершенно не печатали. Стоит метр в год и издания не было. Но у него была уроки, у него был страх попасть в дом, и у него были. У меня был страх, что Илья Степанович, он это существует, как это он рассказывает, в своей лице. А я вам скажу только, что Буквак сумел переписать все пять домов по поэзии «Я, которая тебя здесь», перепечатать и переводить. Да. Книги и будье Я хочу забрать представительные дни век, которые нам в большом количестве на издании. Вот это вот первое, первое, первое. Вот эти штуки, которые переплетали. Я, там учитель, привыкла к викориевой колокации, не знаю, показать, потому что у меня суда это очень многое. Это значительные и влечения с того, что она здесь. Дело в том, что, когда я отказалась этой идее, я вот хочу, что я буду вам рассказывать о интернет-сообщении в этом вечере. И сказано, что в Кузьминске и его с трудом, все собрали для себя материал о наушене. И, действительно, это материал очень большой. Но вот с этого начинается собрание материалов именно самого Макцеллиана Александровича. Вот первая книга, которая поедена сюда, это вот издание 1977 года, причем это третье издание, но мы его приобрели примерно кругом с третьим. это издание Малая библиотека Бара. Это академическое издание. Вот приобрести было удивлено, когда директор делал приобрести . И хотела показать вам некоторые интересные книги. Ну, вот эта книга интересна тем, по цепиану написано, он положен в библиотворении. Чем она интересна, что у нее вкрапления восьмильные издания тех изданий, которые были предложены. Знаете, тем она была погиблением, путями Харина, тем и так далее. они на желтой бумаге. хочу показать вам книгу такую, очень очень интересную книгу, из как производятся эти произведения, которые для представителей очень важны. и они погибли сейчас были все рады. и я принесла непонятные части того, что мы начали. с готовы встречи с вами нашла все книги, которые у нас сохранятся, и посчитала несколько путеводителей 5-6, не больше, могут быть меньше, и посчитаем это почти технику. где-то в конце 50-х золёг папирогрога и давления начали появляться его произведения. с одного другим и какими-то секторами они все есть. Я считаю, что взял ли следователем положено или три человека. Я ошибаюсь. поэзии 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 для отдельных изданий. Прежде всего Виктор Ангел Николаевич Мануров, профессор министратского университета но он может быть как-то организован издания отдельные. Я знаю, что он имел непосредственно отношение с этой мамой поэзии не значится. Но он даже лет обывал во большинском доме. И тоже пособствовал тому, что большое значительное действие я вчера в офисе Максим Александровича. Он устраивал встречу с Марией Теканой о какой она была . Женщина его рассказали. Ну только я это видела с сцены странные, но тем не менее, она когда кто-то к ней приходил и она как-то меняла настроение, Была очень радушна и рассказывала о Максе, читала его стихи, хотя она была уже приходом к нему. Ну вот, если кто-то заинтересуется, может посмотреть. Вот я заставила библиографию, вот что, вот здесь читала сейчас. Ну и в день его лучше на разный писатель. Да, второй человек, я не сказала, второй человек, это Купченко, который заканчивал наш университет в свое время, а потом в 20-ти лет он был в доме Максе, и в несколько лет там у нас вышел большой дом, это уже второй человек, который заканчивал наш университет, он так и называет, в 20 лет в доме Морошина. И 30 человек, который, имя которого появляется во многих создания, это Лавров, я не знаю его имени, но он был бы в доме Максе, и он, наверное, учитель сперти, в интернете. Вот. Ну то, что Волошин был замечательным художником, вы, я думаю, знаете ли. Вот у нас. Ну куда хранится вот этот, ну альбом, я не знаю, это папка, который 10 или 8 лет, я не могу сказать, акварель и выложен, а репродукция, конечно, очень хорошая качество. И у Петра Анатольевич Мануэлов, он способствовал удалению этого аргума. Так что, может быть, основные способны. В первые я видела подлинники в положении Петра Анатольевича, в 1937 году, по поводу геодосийской полимерии. И у нас есть... Подпишем, сопротивление, для ее претеста, она уже легкая. Вот такая. Что мне было, есть подорог чистки. 73 года. Я думаю, что, может быть, это и есть вот данные, чтобы спросить, чтобы мне указать на данные. Вот такой вот каталог, сейчас такие каталоги не делают, это очень примитивный каталог. Но, тем не менее, все работы, которые там были представлены, они здесь укладаны. И даны некоторые репродукции на черно-белые, они, конечно, не интересны. Я хотела показать вам какие-либо путеводители, первые попавшие в наш дом. Первый год 60-го года. Он даже здесь первый раз, когда приехал. Это очень большой тиран в цеплении 25 тысяч. Но это, во-первых, может быть, упоминание. Но все это, понимаете, Симферополь, Украина. Вот здесь говорили Киев, некоторые. Вот второй. Вот это когда началась перестройка, я могу сказать. А Тимит Первым Кубчик-то опубликовал в библиотеке «Огоневка». Там много было поэтов и серебряного века в этой серии. Ну, к нам как-то стекалось очень много всяких публикаций в различных газетах, выгналах. И вот это вот, видите, это вот еще не обработано, а вот сколько это имеет. И «Кавказская здравница» газета «Дукат Минвод», и «Гунал Север», и «Гунал Простор». Такими названиями Виктор Сергеевич, как я тогда говорила, унюхивал, где есть вот такие материалы и умел делать такие. Да, еще я хотела показать вам очень редкие фотографии. Да, я должна сказать, что у нас очень большая фотоколлекция, которая заложена, которая возникла где-то в конце 60-х, и когда она была уникальной. Сейчас почти все это уже воспроизведено в разных изданиях. И каждое издание может привозить какие-то новые фотографии. В этом году, когда пришло заявление Александровича, в том числе, в группе Грии Степанова. Ну понятно, что Грия Степанова. А вот здесь вот жилия кучерцев и Грия Степановна. Это автограф Грия Александровича. Очень его характерный, очень четкий такой кучерц. А этот фотографий я уже получила не так давно. Лукной женщины их прямо из-за цепели. На фотографии, где он в печати есть фотографии. Очень некоторые я воспроизведена в видео. Ну вот. Еще вот очень интересное репринтное издание Балаша на Лепину. Вы знаете эту историю, когда Балашов, человек с ненормальной физикой, испортил, порезал картину Грибина и Горнонда и Мусы. И тогда... Пусть это какая-то компания. Это какие-то события. А Максимилиан Александрович, как человеком, в Кристальной Честном, он говорил, что... И он своих студентов защищал этого Балашова от нападок, потому что очень высоко. Семья, творчество Грибина, он тем не менее говорил об этой картине, что она настолько натуралистична, что для человека с неравнобеженной физикой она представляет опасность. И его не надо обвинить и в том, что вы слышали. Вот это репринтное издание. Значит, конечно, что-то не ясно его получить. Что вы ее любите с обсуждать? Вот это репринтное издание. Вот это репринтное издание, где... Какой-то... Какой-то... Говорится о Макинде, где она находится, я не буду повторяться. Но там приведен вид уже современной макин. А вот мы ее видели такой. Макин. Это... Ну, кто-то напомнит, из... Сами, как бы, да... Гарик... 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 И... Что меня поразило, могила эта была очень большая. И в цель ее... Тут такой огромный православный крест из вишневых гарик. Гарик... Гарик... То есть, последовательный... Вот еще одна очень редкая речь. Это каталог в Дамырке, в Париже, в 2003 году по-моему, когда был год Франции и России. Поезды очень почитаются, довольно, и там есть даже по-русски на одном, на 1-3-4-3, потому что еще и еще на 3-4-3. И вот, потому что очень, конечно, интересен, но приятный язык могут пройдиться тем, что вот в ромбонах почитают по-русски нам. Так. Ну что же. Еще в заключении я бы хотела сказать вам видео-диски, которые еще внутри. Я работала у нас в комплекте видео-диски, в комплекте Виктория Сергеевича, 5 лет. Он почитал 13 лекций, там я еще кое-что добавила к этому из архивов наших, и прекратил эти лекции изобретения. То есть населила эти лекции с материалами, которые заполняют, как легко, и не иллюстрируют, правильнее сказать. И все это, в основном, брала из нашего отступления. Ну, конечно, такого изображения, как там генерала или полковника Кубакова, я не знаю, у меня, конечно, не было. Но у меня был замечательный помощник, тут режиссер с нашим радио Федя Шевченко, который совершенно был далек от поэзии. Поэзии «Теребряного ряда» он, конечно, готовый не знал, но он так увлекся с минскими его лекциями, что он стал мне помогать, вот если у меня нет, мне даже в голову не приходило находить изображение этого генерала или полковника, да. А он находил, причем сам, по собственной инициативе. И мы с ним работали несколько лет, и в конце концов мы делали его. Я старалась использовать эти материалы, связанные с нашими юральскими деятелями культуры. Ну, например, в нашем доме есть ту репетку, который выполнили в свое время. Какой ли Марка Брышкова? И кто-то не знает, что это был замечательный переводчик с армянского, переводчик, но прежде всего он был так, который занялся. Это был более его страх и мысли, и он еще летил. И у нас есть были гернесы, еще, где Акматова, Кастаната, Виктору Андроникуевичу Манойлову. И вот все эти вещи я старалась использовать. Ну, конечно, я привязывала к каким-то уставам. Я многое не использовала, только для того, что можно было привязывать. И, например, у меня есть секции «Куднине» для приказовения Пушкина он читает замечательно. Он Пушкина бессмертливал и вызывает памятник Пушкина, его взяла. И с того времени я уже подготовила, что я делала Виктору Ильича Куднина, который был в тюрьме, когда есть Кудрина и Пушкина. Я постаралась их тоже использовать, чтобы был в тюрьме, который был в тюрьме, в тюрьме Пушкин Светы. Ну, поскольку я затворила о нем, то я должна сказать, вам, вы наверное, не знаете, но недавно я знаю, что Игорь Михайлович Кузьмин. 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 Игорь Михайлович Кузьмин.